Всем привет! Меня зовут Оркадий Подкастер, и сейчас я нахожусь на рынке ММО-РПГ, который за последние 10 лет очень сильно изменился. Еще не так давно вход в большинство ММО был платным, а контент представлял собой бездомный и бездушный гринд. А сейчас разработчики пытаются втиснуть в свои проекты максимальное количество идей, чтобы завлечь игрока. И сегодня мы с вами глянем как раз такую игру, не похожую на многочисленные клоны клонов-клонов, а выделяющиеся чем-то на их фоне. Ну а зовется все это дело Conqueror's Blade. Погнали! Итак, после этой нативной интеграции давайте перейдем сразу к сути. В общем, в данный момент в Китае проходит закрытое на 7 замков тестирование новой ММО под названием Conqueror's Blade, или если перевести, Лезвие Завоевателя. И речь не о бритве. Маленькая мышка прошептала мне на ушко, что скоро эта игра объявится и у нас в России, нежно пропела имя издателя Mail.ru. И совершенно случайно обронила пару аккаунтов с доступом к текущим сборкам игры. И тут все завертелось. Разработчиком проекта является китайская компания Booming Games. КБшка стала ее дебютным проектом в придуманном ей уже жанре ММО-ТМВ, что расшифровывается как средневековая тактическая военная ММО. Но если по-русски, то это, очень грубо говоря, смесь ММО-РПГ и стратегии, что нас с вами вроде как и не должно удивить. И спевали мы уже водиться из похожего кув шина. Но не все так однозначно, поэтому придется обзорить. Итак, текущий билд, с которым мне удалось познакомиться, доступен на китайском и английском, с редкими вставками китайского и языках, и несложно догадаться, какой я понимаю больше. Естественно, мы никуда не можем убежать от традиционных для ММО-редакторов персонажей, однако тут стоит остановиться и рассмотреть пару фишек. Начинается процесс кастомизации с выбора локаций для спауна, или, если более привычным языком, фракции. На текущий момент еще не все зоны доступны для тестирования, не все возможно прочитать, но идея состоит в том, что территории будут сделаны на основе ключевых евразийских регионов. Немножко Китая, Японии, чуточку Западной и Восточной Европы, Ближний Восток и даже Древнюю Русь хотят сделать. Но замечтались мы что-то, движемся дальше. Следующим шагом выбираем себе королевство, а именно флаг страны, которую мы хотим представлять. Здесь уже никакой оглядки на Средневековье нет, современные государства, минус погружение, да и ни на что это особо не влияет. Разве что вы встретите какого-нибудь бразильского викинга. Теперь внешность. Ползунков и продвинутые глинолепки не завезли. Выбирать предстоит из пресетов с довольно забавными названиями. Оптимист, Фейс, Сириус, Фейс и прочие покер-фейсы. Ну и наконец, выбор класса, хотя здесь это представлено как выбор оружия. На этом моменте стоит также добавить, что в отличие от стандартных ММО, где вы делаете персонажа того пола, чью задницу вам приятнее наблюдать, в КБХе пол напрямую влияет на боевку. Женские персонажи будут более быстрыми и ловкими, а мужские умными. Ой, простите, сильными. Ну так вот, никакой магии в мире КБ косвенно нет. Видимо, настолько реалистичное средневековье, что всех ведьм сожгли на костре. Поэтому определяйтесь, каким видом оружия вы собираетесь наносить урон и, собственно, готовьтесь к соответствующим скиллам и геймплею. Итак, хоть вы по лору и великий полководец, но игра есть игра, так что извольте пройти обучение и разобраться, как же все-таки бить рука и седлать коня. Ну а следующим этапом уже вам так и быть и доверят подчинение пару отрядов. Работать с ними относительно несложно. Вы можете напихать себе разных отрядов за шиворот и собрать их всех, но в рамках сражения использовать их можно только по одному. Скажем, ворвались в схватку с конницей, отхватили по морде, заспаунились еще раз уже с лучниками и попытались вновь. Сами отряды взаимодействуют друг с другом по не менее средневековому принципу камень-ножницы-баллиста. Мечники легко справятся с копейщиками, но ничего не сделают кавалерии. Кавалерия перебьет закрытыми глазами всех мечников, но нарвавшись на стену щитов и копий, дальше не пройдет. Лучники же с мушкетерами, так же как и везде, сильны против всех на расстоянии, но в ближнем вы потеряете их быстрее, чем успеете про них вспомнить. Ну а баллист разносит всех. Визуально отряды пока что тоже делятся на восток и запад со свойственными им колоритом, но мы, конечно же, ждем древнерусских витязей и всяких там казаков. Управлять отрядом предстоит в полу сражения, находясь непосредственно на поле боя. Вы можете отдать им команду следовать за вами, защищать вас или отправиться в конкретную точку и начать месить всех там. А сами будете почетно разъезжать на коне в стороне, наблюдая за всей этой возней. Если, конечно, вашего коня не зашибут случаем, а то придется перебирать ножками. А платвы здесь нет. Однако в КБшке юниты не настолько немощны рядом с персонажем, как может показаться, поэтому излишний гонор типа «Да я же герой, ща их раскатаю!» может неплохо так осадить. Так что отряды — это важно. В общем, как вы понимаете, все эти механики как будто бы созданы для забористого и масштабного ПВП, поэтому именно эту часть механик можно было достаточно детально рассмотреть на прошедших тестах и показах. Пока основных режимов для сражения игроков три. Захват, в котором игроки делятся на две команды и пытаются захватить и удержать точки. Да, мы видели уже везде этот режим, но с армиями как-то приходится мыслить стратегически, что ли, обдумывать, с какой именно стороны заходить, координироваться с игроками, обсуждая все в войсе. Я даже придумал креативный слоган для этой игры — «Сражайся с войском и войсом». После каждой смерти, как я и говорил ранее, ваш отряд сменяется другим и необходимо уже задействовать его сильные стороны и так вплоть до момента, пока вы не останетесь уже один без поддержки юнитов. Следующий PvP-режим, который ну просто напрашивался всеми силами — это, конечно же, осады. Игроки делятся на две команды. Одна обороняет замок, вторая его шатает. Здесь уже бездумным деф-матчем побеждать почти не получится и потребуется хоть какую-то, но смекалку задействовать. Помимо управления армией, вы можете также размещать и использовать разную осадную технику — пушки, баллисты, требушеты, в прямом смысле строить осадное орудие, пока ваши юниты обороняют вас. Пытаться пробиться через ворота с тараном наперевес, накидывать на стены лестницы и карабкаться с вашими болванчиками по ним, кооперироваться с союзниками и выкуривать врагов. В общем, масштаб, конечно, феноменальный получается. Ну и опять же, вот этот вот средневековый хардкор, когда вы можете просто идти по мосту, отхватить пушки или требушетом в лицо и отправиться на респаун. В КБ настолько хардкорное средневековье, что если бы вашего героя звали Индержих, это было бы уместно. Короче, осады очень годные, как по мне, но и FPS не всегда выдерживает. В конце любого сражения выводится довольно детальная статистика, показывающая всю эффективность вас лично и вашей команды. Ну это знаете, когда Тима Даунов, но с пруфами. А также и карту смертей, по которой можно определить самые мясные участки сражения, чтобы вы могли анализировать и становиться настоящим Суньзы. Кто бы это ни был. Ну и конечно же, никто не мешает забить дуэль какому-нибудь персонажу или отправиться на арену, где можно уже чисто по-пацански разобраться без стенки на стенку. Боёвка построена на блоках, перекатах и правильном использовании стамины, что местами даже слегка напоминает какой-нибудь Dark Souls или For Honor. Однако разборки не ограничиваются только специальными ивентами, о которых я говорил выше. Полностью во власти игроков оказывается и гигантская карта, которая делится на зоны, сражаться за которые предстоит объединившись в специальные дома. Аналог кланов гильдий. В общем, политика вот это вот всё. Да и в целом, если вы отважитесь всё-таки выбраться за пределы города, то перед вами откроется специальная карта локации, по которой предстоит путешествовать со своим выездным отрядом в стиле Mount & Blade. Нападать или оборонять города, атаковать других игроков или впрягаться за них. Без конфликтов никуда, а такое вот средневековье. Чем-то современный Ютуб напоминает. Имеются и ПВЕ-режимы с эскортом важных шишек, обороной жителей, да даже боссы вроде как есть, но всё это посмотреть уже, к сожалению, не удалось, но может в будущих тестах получится. Графически игра выглядит безумно симпатично, юниты не похожи на картонных, плохо анимированных буратин и ощущаются довольно живо. Несмотря на азиатское происхождение, никакой типичной цветастости и яркости тут нет, магических взрывов и свистоперделок не наблюдается. Реализм, в общем. Ну здесь, знаете, должна быть эта шутка, типа, настолько реалистичный средневековь, что даже Людовик VIII бы обосрался. Короче, как по мне, неплохо вроде. Конечно, времени было очень мало, контент ещё открыт не полностью, поэтому точно придётся глянуть её ещё разок позже. Пока что мне показалось, что по ритму КБ больше соответствует сессионкам, нежели традиционному скрупулёзному развитию персонажей с монотонным гриндом и т.д. Но куда ж без прокачки отрядов, навыков и тому подобного. Игра будет фри-ту-плейной, по донату пока сказать нечего, есть только наборы основателей, но от себя могу порекомендовать обратить своё внимание и последить за развитием этого проекта. И сделать это можно традиционно по ссылке в описании. Ну а с вами был генерал Аркадий, рядом оруженосец Нина. На этом моменте все уже тянутся выключить ролик и только лучшие из вас подпишутся на канал, поставят лайк и напишут комментарий. И ещё заметят, что я немножко запнулся в прошлом предложении. И ещё заметят, что это предложение было абсолютно импровизационным. И ещё заметят, что я зачем-то добавил лишних 15 секунд к видео. Короче, чушь какая-то. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!